Интересная подробность, что Дегент на Пьян-де-Резинелли, где блистательно выиграл капитан Катюши Родригес, Скарпони, Скарпони, посмотрите, очень даже прилично тоже, для себя очень хорошо, он сопротивляется, да, он уступает, но не сдастся до самого конца, при том, что, конечно, в этой паре Дегент просто, ну, явно совсем фаворит, от Скарпони всегда разделка все-таки едет очень худо, не худо, а просто совсем худо. Так вот, на Пьян-де-Резинелли под конец этапа был прокол у Дегента, и там он потерял минуту и 11 секунд. Опять же, если брать чистую математику, получается, что если бы еще сбросить с его нынешнего результата эту минуту 11, так он бы уже был в этот момент в призовой тройке и давил бы вообще и на Кешталя, и на Хакима Родригеса. Но, опять же, это вот это сослагательное наклонение, оно очень нелюбимо спортсменами и экспертами, потому что, кто его знает, был бы ближе, больше бы дергался, менее смело вчера бы пошел и не сумел бы настолько продвинуться. Опять же, его бы сразу слишком серьезно приняли бы во внимание. Великолепный новый, новенький разделочный велосипед Canyon Speed Max Evo под седлом Хакима Родригеса. Наконец-то он прикатался к разделочной машине, изменили ему посадку. И все-таки, опять же, очень-очень важна эта практика, это объем, накатанный на таком велосипеде. Сейчас кому-то покажется, что он в каком-то необычном стиле едет. Почему? Он работает на такой тяжелой передаче, но действительно очень атлетичный гонщик. Он невелик ростом, он достаточно легок из-за этого, из-за своего небольшого роста, но он развивает очень хорошую мощность. Хешдаль, побывавший в команде под началом Якимова, пользуется теперь через много лет этими советами. Как нужно кручить, какой темп нужно держать. 27 секунд примерно тоже показывает он относительно лучшие отметки на 11 километрах, что и его бельгийский конкурент. То есть, по крайней мере, к нему Деген пока не приближается. И вот сейчас наступает для нас момент такой, что мы просто замираем. Родригес. Что, так это 19 секунд в самом деле или нет? Относительно Дегента. Что это было за стоп-кадр в конечном итоге? Где он, этот результат-то? Ладно, смотрим. Смотрим электронный протокол. Честно говоря, не обновился он что-то пока. Нет, не доехал он, конечно. Это, это может быть, выхватили с помощью GPS-измерений, с помощью измерений в реальном времени. Но на отметке он еще пока не побывал. Дегент пока пятый, напоминаем, на той отметке. И дефицит 28 секунд. Напоминаем опять же, что Родригесу для того, чтобы не пропустить Дегента, нужно не проиграть ему 2 минуты и 20 секунд примерно. И это пока реально, по крайней мере. Немножко заламывается, да. Мощностная такая идет разделка. Но для города это вполне нормально. Вот сейчас важно пару будет крутых поворотов каких-то там. Посмотреть, как он действительно отыгрывает что-то за счет этого прохождения. Смотрим, взялся за верх. Но здесь недостаточно круто. Это скоростной поворот. Он проходной. Поднимается из седла, разгоняется. Не зависает. И в тягун пошел. 15 километров до финишной черты. Кеш, Дарю. Ничего до него не существует. Пошла прямая. Значит, максимальная аэродинамика. Взгляд под руль, что нехорошо. Кстати говоря, никому не рекомендуется. Надо все-таки пусть искоса, пусть из-под лобиа, пусть из-под каски, но смотреть вперед. Итак, первая отметка, включатель секундомер. Что ж такое-то в самом деле? Какие-то технические проблемы, видимо, у организаторов. Или наоборот, создают такую совсем запредельную интригу. Ну вот, наконец, появилось и много. Много-много заломался. Да, к сожалению, за этим вы видите 56 секунд. И уже сейчас виртуальная майка все-таки переходит в канадцу. Более того, он проигрывает достаточно быстро и Дегенту. Хотя бы здесь удержаться бы. У канадца объективно легче нога, сейчас это видно. Он продолжает уходить, он продолжает развивать свое преимущество. Родригес идет на максимуме, но этого максимума немножко не хватает. Уже скоро Амана. Он показывает внятные результаты. Капитан Катюши много всего натворил за эту весну. Ну, выиграв этапы на туре страны Басков, став призером генеральной классификации там. Став после этого победителя классической однодневной орденской гойщики. Флэш Волонь. Увы, но это тоже набегает. Это тоже суммируется. Хотя Хешдель, надо сказать, тоже ехал ордена, но немножко не на таком уровне. И, в принципе, с ноября месяца, хоть и тихо для всех, для масс, болельщиков и специалистов, но внутри команды всем хорошо было известно, что его максимально доверили именно на Дверде Италии. Что он все остальное просто фактически пропускает и едет почти как для тренировки. И, в принципе, это для него не очень привычное было состояние. Но вот он уже был запредельно быстрый вираж в исполнении Эско такая, в исполнении Родридеса так, как он действительно умеет. Но за счет вот этих отыгрываемых мгновений, конечно, переломить столько будет затруднительно. Вчерашний этап загнал в долг всех. Но кто-то задолжал себе больше. Борис, Борис до конца. Призовое место все равно будет историческим. Это все равно будет впервые в истории нашей команды. Валерио Пиво перед стартом. Спортивный директор Катюши с этого года. 31 секунда, да. Наверное, это не так много, говорит он. Но он стартует в розовой майке в последний день Джиро. И это большое достижение для него. Это большое достижение для команды. Кеш Даль, конечно, очень хороший гонщик. И в то же время мы надеемся, что он, не будучи узким специалистом раздельного старта, все же уязвим. На бумаге, по крайней мере, у него, да, преимущество перед Пуритто. Но в этом году у Пуритто тоже были хорошие разделки. Поэтому, когда ты выходишь в розовой майке, ты настраиваешься несколько иначе. Мы надеемся, что вот эта убежденность все-таки ему поможет. И мы будем бороться до самой последней прямой. Вот это я вам точно гарантирую. Все остальное, естественно, нет. Мы вспоминаем про Лог. Там была более-менее ровная борьба между ними. То есть, вообще, давайте, бесполезно, говорит, сейчас считать. Давайте будем смотреть, а не заниматься этим. Старт предварял Валерио Пиво. Этот старт. Старт, в котором, ну, тот же самый другой наш спортивный директор, другой специалист препаратуры, известный Клаудио Коцци. Ехавший эту гонку обычно во второй техничке сказал, что для того, чтобы быть уверенным, для этого Родригесу нужно выигрывать две минуты перед стартом последнего этапа у райдера Хешдаля. Две минуты, вы представляете. Полутора минут с точки зрения Коца не хватало Родригесу для того, чтобы быть уверенным на старте. На данный момент более-менее стабилизировался этот разрыв. Он уже давно довольно-таки в пользу Хешдаля, но сейчас он составляет примерно полминуты и уже ни в какую сторону не изменяется пока. Но Хешдаля идет в пятерке на первой отметке, а Хаким не попадает в двадцатку. Скарпони тем временем сопротивляется. Скарпони дал хороший разгон, но это для него и опасно в то же время, потому что мы прекрасно знаем, что Скарпони может в разделке проехать пять-семь километров очень быстро иной раз. Для себя в особенности. А потом дальше, дальше уже будет гораздо тяжелее. И ровно пройти такую дистанцию для него тридцать километров даже в одиночку в борьбе со временем, со своими слабостями, это слишком долго и слишком скучно в кавычках, конечно, потому что это все-таки особая психология, особая концентрация, особая самоотдача. И некоторые суперпрофессионалы за всю свою спортивную жизнь так и не успевают выучиться этому как следует. Да и выучиться во многом уже и невозможно. С этим надо родиться так же, как и с принцем, с принтерским талантом, так же, как и с горнятским талантом. Прошлогодний призер, после дисквалификации Кантадора, призер, лидер французской Ажи Дуза, к сожалению, не показывает ничего. Но он вообще чистейший горняк, и на него вообще никто не ставил. И здесь он, скорее всего, может откатиться даже в генеральной классификации. Вообще, честно говоря, немножко как-то странно он выглядел таким каким-то отстраненным, разобранным. Ну что уж совсем отстраненным выглядит, так это Хешда. Абсолютно спокойно он говорит. Вигелиус, который, всем хорошо известный Чарли Вигелиус, который водит техничку у команды Гармин. Опа, ну вот тот самый тревожный звоночек. Я не хочу сказать, что он улетел бы. Но, по крайней мере, поволочь его должно было очень сильно, если бы не удержал немножко велосипед. Посмотрите, забрасывает машину свою высокий, высокий центр тяжести. Здесь, здесь прошел. Здесь за счет вот этого срубания прошел. Заниквиты практически, потому что лишние метры, но, правда, на более высокой скорости получились у Буррито Родригеса. Мы помним нашего Меньшова. Мы помним капитана Катюши на Тур-де-Франс в этом году. Как он побеждал в 2009-м на юбилейный столетний Джирдо Италия. И как он упал на мокрой брусчатке в Риме. Но все-таки удержал, все-таки выиграл. Поэтому даже падение... Но, с другой стороны, помним падение Ульриха, которое сразу ослабило давление на Арксинга в 2003-м году на Тур-де-Франс. И с каждого, и с каждого поворота он старается стартовать. Но против вот такой ломовой работы Хешдаре ничего сделать не удается. Потеряли совсем Басово. Поначалу показывали, но к концу вообще как будто забыли о его существовании. И понятно, что он едет на достаточно посредственное время. И максимум у него это остаться в шестерке сильнейших. Басово. Сейчас уже переходит на вторые роли в Ликвигас. И очень даже сомнительно, кстати, по последним вот всем сведениям и последним тенденциям, что и Ниболи останется там. Таким образом, самая мощная итальянская команда может остаться действительно без капитана, реально претендующего на первенство в генеральной классификации. Потому что у Ниболи истекает договоренность, и разговоров-то много разных. Но есть очень даже серьезные сведения из проверенных источников, что на хорошем уровне ведутся в данный момент переговоры с Астаной, и заключение договоренности между Ниболи и Астаной более чем реальное. То есть никто не отменяет эволюцию Кройцегера. Но вот эта брусчаточка и еще один участок, где Кешдалю приходится не просто в принципе брусчатку. Он ходит, как вы знаете, очень хорошо, но это если ехать прямо по ней. А если вот так вот виражи закладывать, то гораздо хуже. Тем не менее, вот то, что мы видели сейчас, это следствие опять же того, что он здесь входит в повороты на очень высокой скорости, что он старается выиграть максимум, и он это делает. Потерял только 10 секунд относительно лучшего графика Пенотти. На второй отметке держит этот темп, не увеличивает его, но по большому счету его и не теряет. Постоянно маячут облака, постоянно тучи грозят пролиться. Но все равно мокрого полотна пока мы нигде не наблюдаем. Это чрезвычайно важно, потому что если бы все это еще и превратилось в дождевую лотерею, это уж был бы явный перебор. Томпагент, открытие нынешней дириды Талия. Наследник Фаустокопи, потому что на том же велосипеде, на той же Бьянке. И, кстати говоря, последний бенг-бивист, Йофан Деминг, который выиграл в 78-м году эту гонку. Вот Деминг, между прочим, его предшественник. Потому что с тех пор на пьедестале почета даже, по-моему, тоже не стояли бельгийцы. А так, в основном, Бельгия выигрывала эту гонку усилиями Эдди Меркса. Вот Деминг совершил тогда сенсацию, сотворил, когда Мазера обошел, и тоже он выступал за Фаэму, а, соответственно, Фаэма тогда именно вот этим самым старым из элитных велосипедов экипировалась. Ригуберто Уран, хороший раздельщик. В принципе, среди колумбийцев, по крайней мере, смотрится очень даже недурно, хотя до уровня Батера призера чемпионата мира никогда не затягивал. Но здесь уже нечем совершенно добавлять. Тем не менее, белая майка, скорее всего, останется при нем, он так и останется лучшим молодым гонщиком нынешней Джири Италии. Тоже еще одно открытие, по большому счету, дополнительное такое, еще один шаг наверх совсем молодого гонщика, которому нет даже еще и полных 25 лет, и которому еще расти и расти, в особенности, если будет выступать в хорошей команде. Ну, то есть, вот опять же, возвращаясь к вот этой стратегической, важной для итальянцев теме, где будет Нибали, неизвестно, но большой шанс, что в Астане, и, соответственно, Лигубер, получается, должен кого выкатывать-то теперь? Вот вопрос. Да, у них, в принципе, есть своя интересная молодежь, но не такая стабильная, по крайней мере, если бы на себя, предположить, работал Дамьяно Карузо. Что-то это изменило, генеральным образом бы или нет, трудно сказать. Родригес Булыгу обрабатывать умеет тоже, мы это прекрасно знаем, мы видим, как он, видели, как он взлетал на один из самых крутых классических подъемов, а может быть и самый крутой классический подъем вообще, который существует в велосипедном спорте. Во время того, как выигрывал флэш Волонь. Убегает, убегает, убегает в секунды, чуть-чуть добавляет, вкискивается в тридцатку, посмотрите, среднюю скорость под 49 для Родригеса, это очень-очень высокие показатели, но райдер еще лучше. Дамьяно Кунэго никогда не был специалистом разделки, очень старался прибавить, и вроде бы как та информация, что сумел войти в десятку, где, вы помните, Уигинс выиграл, когда финишировала гонка Парижница, но это же совсем другая разделка. Что такое Приморский перевал, что такое Гольдлэдс, все прекрасно знают, кто наблюдает за крупными весенними гонками профессионалов, и там, естественно, горняк Кунэго смотрелся достаточно убедительно, но на улицах ноль шансов. Томас Дегент продолжает сражаться за место на пьедестале почета, и в самом деле может произойти этот ужас для итальянских болельщиков, когда на пьедестал даже, в тройку сильнейших даже на первой Италии не попадет никто из их соотечественников, и это тогда случится впервые за сколько? За 20 лет получается. Басо. Ну, вы видите, Басо навсегда все-таки легенда его эпохи, да, на супермногодневках постепенно уходит в прошлое, но он не становится человеком вчерашнего дня для болельщиков, это вот тоже очень важно. Мы всегда тоже этому учились. Помнить свои легенды. И 20, 30, и 50 лет спустя помнить действительно великих спортсменов, потому что они великие вне времени, вне результатов даже, потому что спорт по-прежнему развивается. И итальянцы в этом плане большие молодцы. Басо примерно на график Пурито сейчас идет. В данный момент 24-й, проигрывая 2 минуты своему соотечественнику и многократному чемпиону Италии Пенотти. Время для анализа еще для окончательного не пришло, говорит Басо. Я не люблю очень сгоряча что-либо говорить. Давайте поостынем, подождем, потом посмотрим. А все говорят, надо было Нибали ставить. Вот Чиполини в первую очередь. Надо было втискивать Нибали, и пусть он выигрывает для начала Джиро Италия, а потом уже пару раз выиграв, пусть берется за Тур-де-Франс, потому что это вот вполне логичное движение и очень важное для команды. А так, еще вопрос, что там будет с Туром, и насколько будут в силах его поддержать после такой Джиро. Томас Дегент еще добавил. Ведь он бельгиец, и ведь он умеет ехать по некачественной городской дороге. Остается пятым, минуту проигрывает лучшему графику, и остается дожидаться всех оставшихся, потому что понимает, что пьедестал буквально за поворотом. Но он, кстати говоря, примерно такой же флегматичный человек, как и Хешда. Я начинал говорить о том, что Вигелиус после вчерашнего финиша, когда его спрашивали, как вы будете успокаивать перед такой ответственной разделкой своего бойца, он сказал, да меня нужно успокаивать, мне нужно таблетки успокоительные пить. А он все время совершенно рулевой в плане эмоций. И похоже, чем больше устает в гонке, тем менее эмоциональным становится психу и я. Он никогда не ездил в разделку после трех недель гонки. Это меня пугает, сказал спортивный директор Хешдаля. Ну, посмотрим, посмотрим, как получится. В принципе, пару дней назад у Хешдаля спросили, сколько он весит во время гонки. Он говорит, я вообще не представляю, сколько я вешу. Знаешь, что нормально? Отчаянные попытки Скарпоне остаться все-таки в тройке сильнейших. Напоминаем, что на старте между ним и Томасом Дегентом было слишком мало, около полуминуты. Вот это, конечно, супер силовая передача, которая сейчас пытается все-таки проломать капитан нашей команды. Это показатель, конечно, далеко не самый лучший. Это говорит о том, что он все-таки не имеет в ноге сейчас того ощущения, которое позволяло бы крутить нечто более динамичное. Насколько ему помешало это падение на сегодняшней разминке. Уже вовсю бродили кадры по интернету с его разбитым плечом. Трудно сказать. Трудно это измерить. Секунды перестали давать в последнее время итальянцы. Раньше у них это было благое начинание не только сплитскрин, но и разрывы в реальном времени. И действительно восхитительно смотрелась разделка, но потом, что ли у них с техническими спонсорами какие-то проблемы появились. Какие-то отсутствия договоренностей, но ничего не вышло в конечном итоге. Достойные секундочки показывает Микеле Скарпони. Без баталии не сдается, но мы понимаем, что все-таки ему не хватает. Не хватает вот этого всего пыла, напора. Все-таки отодвигает его Дегент на четвертое место. Пока, по крайней мере, на четвертое. Но, согласитесь, не без борьбы. Все это было. И браво, говорим мы ветерану Мартиджано. Показал, что он настоящий гологонщик. Но это спорт и побеждает все-таки в конечном итоге сильнейший. Уже спокойно принимает поздравления Ле-Джинере. Вон, вы видите, как не подняться-то толком. На таком жестком велосипеде, как бритва. Максимально жестком для того, чтобы передавать усилия на 100%. По пляжу, что тут на булыге, как же. Лучше сидеть, но Скарпони и Седлата атакуют. Понятное дело, что более эффективно. У него конструкция такая. Родригес все-таки сумел чуть-чуть поменять передачу и начать разгоняться. Обратите внимание, какое теплое ощущение, когда проходит он через этот живой коридор. Какие замечательные все-таки в Италии болельщики. Поддержат каждого. В особенности суперчемпиона, каким стал Хаким Родригес после того, как выиграл два этапа. Доминировал в горах. Да, масштаб этого доминирования оказался недостаточным для того, чтобы подвинуть райдера. Кеш, Даля. Понятно, что по-балейски можно было бы закричать «Упади здесь, упади!», но я этого делать не буду, потому что это действительно очень достойный гонщик. И надо уметь еще и красиво уступать сильнейшим, тоже становясь призерами. И это здорово. Хеш, Даль финиширует шестым. Чуть-чуть потерял под конец, чуть-чуть отбило ему локти на этой тряской брусчатке, но в конечном итоге он остается на поле в это мгновение. Он идет к победе на нынешней Джерде Италия. И, увы, история знает такие драматические моменты. И наиболее драматическим моментом была, конечно, потеря лидерства Финьоном относительно Лимонда на Tour de France в конце 80-х годов. Притом слишком маленький был там разрыв, и там конструкция велосипеда решила все, что было самое ужасное для Финьона. А если бы он ехал бы на нормальной рогатке, то он бы того не упустил. Здесь же все-таки разрыв достаточно внятный, и чуда не произошло. Не произошло большого чуда сегодня, но произошло просто чудо. Родригес удержался в борьбе за призовое место в генеральной классификации. Еще ему надо проехать всю галерею Витториум Энуэле. Знаменитый пассаж рядом с собором, как говорят, храм Божий и храм Потребления рядом находятся. Но я бы не стал так совсем быть категоричным, потому что все-таки галерея еще, помимо всего прочего, замечательное архитектурное сооружение. Вообще Милан тут, может быть, и в силу величины своей, в силу равнинного профиля, не является совсем уж жильчужиной Италии в плане архитектурном. Но здесь тоже есть, что посмотреть и чем подышать. Все сделал, что мог. Вы видите, как он наваливается на финиш. Вы видите, что на последнем третьем отрезке, вот на техническом сложном, он добавил, несмотря на боль, несмотря на адскую усталость, все-таки добавил. И проходит последний километр в этой отчаянной борьбе. И не дает возможности, по крайней мере, себя выбить из тройки сильнейших, потому что были такие разговоры сегодня, после вот этой большой горной баталии накануне. И вы видите, не пускают даже мотоциклы сопровождения. Вот это бутылочное горлышко остается только 350 метров борьбы. Филигранно проходит она за зверя, как на победной Плэс Волонь. И российская «Катюша» впервые в истории существования своей команды с фидисталом почета в генеральной классификации «Супертура». И давайте отдадим должное этому крохотному горняку, который сумел стать во многом раздельщиком, хотя стопроцентным раздельщиком не станет, скорее всего, естественно, никогда. За 48 километров в час средняя скорость. 26-й результат дня, он продержался все-таки на этом уровне, на этом темпе. Но Хешталь, человек без нервов, человек с колоссальным физическим запасом, стал открытием этой гонки и первым в истории победителем гран-тура для Канады. Сейчас пошло экспресс-интервью. Но это удивительный совершенно опыт. Начиная с первого и до последнего дня. И то, как работала на меня команда, как она мне помогала. Напоминаю, что первый канадец, который добился такого большого успеха. Но самое интересное, что я еще какое-то время назад и не представлял, что я приеду на эту гонку, тем более приеду лидером команды. Но у меня все получилось, и команда приняла меня как действительно настоящего капитана. И вот эта поддержка и стала в горах ключевым моментом моей победы. Без этого я бы не обошелся. Ну и теперь нужно оставить его в покое и дать его возможность удалиться на все процедуры, которые предназначаются победителю. Не всегда они, правда, приятные эти протокольные мероприятия. Обратите внимание, даже улыбки не появляются. Но вот-вот удивительный человек, ей-богу. Хаким дрался, как лев. И вы видите этот разрыв. Ведь это 16 секунд. Это практически то же самое, что между Финьоном и Грегом Лимоном. Том де Гент. Какое там. Так и остался на отдалении все-таки. Вице-чемпион из команды, которая стала вице-победительницей командной гонки в Вероне. Вы помните тоже сенсационно быстрый ход Катюши. И 5 секунд всего-навсего между Гарменом и Катюшей в той гонке. Растем, добавляем, покоряем новые высоты. Это спорт. Этим он и красив, этим он примечателен. Что нельзя просто так вот накровно исполнять свои программы. Но то, что они сделали, они заслуживают наших самых-самых щедрых аплодисментов, друзья. Удивительная получилась гонка. И я лишь еще раз немножко поплачу, что все-таки не было борьбы в реальном времени. Не было вот этих вот отметок более мелких. Не было этого GPS. Потому что вы видели, как насел потом в результате, как сцепил зубы и перетерпел. Каким Родригес стал отыгрывать. Ну, кто-то скажет, дистанции не хватило. Конечно, это другая вообще на самом деле беседа. Это гадание на кофейной гуще. Если бы было 50, конечно, он бы отхватил, он бы не выдержал столько. Давайте не будем упражняться умением использовать сослагательное наклонение. Давайте будем аплодировать ребятам за то, что они нам подарили такой трехнедельный спектакль. Все они молодцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok А тем временем с автором моих репортажей продолжают присылать интересную информацию и очень тоже для нас обнадеживающий. Вот мистер Галактикас пишет, что сегодня на пятом этапе Тура Бельгии Восьмое место у Казанчука. Девятым стал Колобнев. Саша Колобнев вернулся к гоночной деятельности и чуть не убежал, говорит, в холм перед финишем. Уже готов к борьбе на высоком уровне. Третье место занял Сергей Ферсанов, о перспективе которого мы только что совсем недавно разговаривали с одним из лучших, а по мнению Артунга, так и вовсе лучшим раздельщиком мира Вячеславом Якимовым. Хорошо, что вознаградили Италию, что инженеры становятся победителем финального этапа. Они, организовав такой тур, этого 10 раз заслуживают. Кстати, Акварона говорит, что, наверное, будет изменяться регламент очковой борьбы, и как-то иначе будут начисляться очки, то есть на горных этапах, и будет еще более ощутимо меньше, потому что, говорит, мне просто жаль Кевендиша, тот доехал до Милана и так боролся, и всего с одним очком проиграть эту номинацию. Тоже впервые, впервые в истории вообще всех наших команд, выступавших под нашим флагом или каких-то объединенных проектов, у нас майка лучшего спринтера. Уита Родригес стал лучшим спринтером нынешней Джирды Италии, хотя все-таки классифика пунктии в данном случае...